Я когда пришла в салон, у меня волосы были где-то по пояснице, наверное, так. Но сейчас я постриглась так. К тому, что она теперь абсолютно лысая, восьмиклассница Катя Ильина относится с юмором. Говорит, что ее это совсем не смущает. Постриглась под ноль она за день до первого сентября. Сначала это шокировало одноклассников, а потом, когда они узнали причину, насмешки прекратились. Чтобы не смущать окружающих, девочка все же решила носить шапку. Мне было даже не страшно, не жалко волосы, потому что у меня они отрастут. А у тех детей, которые болеют раком, они все-таки нескоро вырастут. И им как-то они нужнее, чем мне сейчас. Катя свои волосы пожертвовала на парик для детей, больных раком. Лечение от страшной болезни занимает минимум 9 месяцев. За это время маленькие пациенты несколько раз переносят химиотерапию. Агрессивные препараты убивают злокачественное образование. И меняют внешность ребенка. Дети теряют волосы. Шампунь идут маме, я на себе шампунь экономлю. По словам девочки, на такой шаг она решилась вдохновившись поступком 8-летнего мальчика из США. Кристиан Макфилами 2 года растил волосы, несмотря на насмешки окружающих, чтобы подарить их детям больным раком. 14-летнюю Катю Ильину так поразил героизм мальчика, что она сама загорелась мечтой помочь онкобольным. Вот так ее волосы выглядели до стрижки. И так сейчас. Причем школьница специально попросила, чтобы ее состригли на лысо. Мне предлагали сделать стрижку под мальчика или какой-нибудь просто коре какой-нибудь. Но я решилась побриться именно под ночь, чтобы почувствовать себя именно как эти дети. Хочется узнать это все, прочувствовать, какие именно чувства, какие именно преграды у них появляются, когда все это случается. Ребенок сам нашел этот сайт, сама пришла к этому решению. Конечно, это было неожиданно, но в принципе поступок достаточно добрый, поэтому это не так шокировало, как если бы она с собой наколкин сделала тату. То есть было бы большим шоком, а добрые такие поступки, они как бы положительные оказали мне. Свои волосы Катя отправила почтой тем, кто занимается изготовлением париков для онкобольных.